Областное правительство утвердило пакет мер по поддержке бизнеса во время пандемии коронавируса. Заседание было совмещено со штабом по комплексному развитию региона. Первый законопроект предполагает снижение ставки по упрощенной системе налогообложения. Изменение имеет обратную силу. Это значит, что льгота начнет действовать с 1 января 2020 года и будет действовать ровно год. Вторым законопроектом вводятся льготы по налогу на имущество для арендодателей. Получить их смогут только те, кто предоставляет послабление по аренде субъектам малого и среднего бизнеса. Еще один законопроект хочу обратить внимание. Это законопроект о введении в действие на территории Ульяновской области специального налогового режима, налог на профессиональный доход. Который, если мы все его поддержим, позволит самозанятым гражданам легализовать свою предпринимательскую деятельность с минимальными издержками и позволит ввести ее в наиболее простом и необроменительном режиме. Специальный налоговый режим для самозанятых предполагается ввести в действие уже с 1 июля. Но в поддержку законопроекта должны высказаться еще депутаты законодательного собрания. Вица, осуществляющие, по сути дела, предпринимательскую деятельность без наемных рабочих, освобождаются от обязанности регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей, а могут зарегистрироваться в качестве самозанятых. При этом размер налога, который будет составлять при оказании услуг физическим лицам, составит всего 4%, а оказание юридическим лицам 6% от всех поступлений. При разработке законопроекта учитывался опыт других регионов. В частности, Калужской области, которая близка к Ульянску показателям самозанятых. Кроме того, были утверждены перераспределения в бюджете. Они составили почти миллиард рублей. Эти средства как раз пойдут на помощь предпринимателям, социальной выплатой и борьбу с COVID-19. Параллельно с этим создается резервный фонд в бюджете. Он должен составить чуть более полутора миллиардов рублей. Его выполнение ведется за счет снятия денег с госпрограмм. Изменения касаются перераспределения средств на формирование резервного фонда Ульяновской области в целях предотвращения влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, профилактики и устранения последствий распространения коронавирусной инфекции, а также на погашение дефицита по заработной плате, мерам социальной поддержки, на обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных районов, городских округов Ульяновской области. Но жизнь не ограничивается только коронавирусом. Предполагается, что с 30 апреля в областном центре можно будет завершать подачу отопления в жилые дома. Постепенное завершение отопительного сезона уже началось. На сегодняшний день всеми муниципальными образованиями на территориях введено ограничение теплоснабжения учреждения социальной сферы. И не только. Там и промышленность, и предпринимательство. Но мы все же больше обращаем внимание на социальную сферу до полной их остановки теплоснабжения. В заключении заседания губернатор Сергей Морозов отметил, что необходимо усиливать работу по обработке и обеззараживанию общественных пространств. Для этого будут привлекать дополнительные силы. Но вместе с тем в областном правительстве задумываются о постепенном смягчении мер по самоизоляции. Егор Тестов, Юрий Конихин, Новости Управда ТВ.